Всем добрый день! Сегодня мы отправляемся на экскурсию в замок Сент-Миклош. Расположен он в Чинодеево, вблизи города Мукачево. Интересно уже то, что это первый в Украине замок, который государство отдало в аренду частному лицу. Это случилось в 2001 году. Замок этот в аренду взял местный художник Иосиф Барташ. Замок любви. Вот на что решил превратить закарпатский художник этот малоизвестный дворец. В 1682 году здесь родилась величайшая любовь своего времени, которая изменила судьбу не только двух любящих сердец и судьбу целого народа. Вся Западная Европа, зато ее дыхание, следила за событиями, происходящих в стенах замка. Илона Зринни, а именно она, главное действующее лицо тех событий, была высокообразованной и мужественной женщиной, владела венгерским, хорватским, чешским, словацким, сербским, польским, немецким, французскими языками, древнегреческим и латынью. Хорошо знала математику и распределенцию, фортификацию и баллистику. С 17 лет вышла за князя Ференца I Ракоци и родила ему троих детей. Род Ракоци был княжеским, с весьма королевскими амбициями. В то время они противостояли Габсбургам, а союзников искали в Турции. Современный арендатор Иосиф Барташ смогут искать в живописных руинах искру вдохновения. Ее зажгли слова легендарной владелицы замка Илони Зринни, попросившей художника о помощи во сне. Может такое быть. Может, видите. Верные призвания из прошлого он вернул крепости старинную черепицу, отреставрировал залы и расчистил тайные хода в стенах, превратив средневековые укрытия дворянства в культурный центр с музеем и художественной галереей. Он стал добрым ангелом-хранителем сооружений. Сегодня замок стал местом паломничества украинских и зарубежных туристов. Здесь проходят культурные мероприятия, художественные плейнеры и выставки, концерты классической музыки. В восстановленных помещениях первого этажа открыли музей. А вот какая зависть. Я такого роста павловнию не видела. Обычно видела высокую, а эта низенькая и такая раскидистая. Вот так. Разные климатические условия. А может быть другой сорт, хотя я не знаю. Кто знает, можете написать. Здесь табличка есть. Павловния. Написано Павловния. Могу приблизить. Зашли в кафе попить кофе. И я увидела растение. И, конечно же, не могу вам не показать. Вот это растение я не знаю, как называется. Но меня покорил плющ. Смотрите, такого цвета. И вон наверху. Видите, наверх пошел плющ. А это быстрее всего. Бересклет японский. Хотя я таких больших не видела. Видела маленькие. Может что-то другое. Можете поправить меня. Потому что у меня такое растение есть. Но наподобие такого, конечно же. Высота у него 40 сантиметров, не больше. Ну и оно молодое еще, конечно, растение. Вот это растение. Даже не знаю, что это за растение. А плющ. Как хорошо смотрится. Смотрите. Прудик. И мой любимый пенесетум.